За детей я буду бороться. Как бы ни было, что бы ни было, я мама. Как бы ни была, я плохая, хорошая. В этой женщине сейчас сложно распознать несостоявшуюся маму. Она стоит с дочкой в обнимку и просит дать ей последний шанс. Многодетную семью хотят разлучить. По материалам судебного дела, мать шестерых детей не справляется со своими родительскими обязанностями. В это у меня праздники тоже. Новый год и все. Но я же каждый день не валяюсь. Ну бывает, я никогда не скрываю, что да. А детей вот поднять с шестерых, это тоже тяжело. Просто я уже срываюсь, у меня уже нет. Вот тоже можно меня понять. Понять и поверить в искренность женщины не могут соседи и председатель СТОС. По их словам, мать-одиночка живет с детьми в маленькой комнате в условиях полной антисанитарии. Стол небогат на еду, малыши ходят босые и грязные. Одна из девочек постоянно сбегает из дома и не ходит в школу. Игра в дочке матери дала окончательный сбой. Она не работает. Похоже, она и работать не хочет вообще. Хотя дети уже достигли того возраста, что они могут посещать детский садик. Ну, люди говорят, соседи говорят, что она выпивает. Но я этого не видела. Ну, основная мать, скажите, старше подумать тоже. И все просят, чтобы ее именно ограничили в родительских правах, потому что хорошего ничего она детям дать не сможет. Многодетная семья находится на контроле у инспекторов ПДН. Они не раз проводили беседу с женщиной. Но ничего не изменилось. Сейчас решается вопрос – ограничить, либо лишить женщину родительских прав. Судебное дело рассматривают без журналистов, ведь и речь идет о судьбе несовершеннолетних. За закрытыми дверями суд должен решить, оставить ли право многодетной маме воспитывать своих собственных детей. Женщина обещает наладить жизнь и быт, как только выйдет на работу. Без детей не видят смысла своего существования. Суд выслушал обвиняемую и свидетелей. Но точка в этом деле пока не поставлена. Альбина Валеева, Фахри Исламов, Новости НТР.